Всем привет! Вы находитесь на канале Путешествия не только. И у нас сегодня небольшой поход выходного дня по реке Котра. И начинаем мы отсюда, вот с этого вот немецкого кладбища времен Первой мировой войны. Значит, перед ходом в немецкое кладбище вот такая табличка. Воинские захоронения. Как я говорил, это немецкое кладбище времен Первой мировой войны. Здесь захоронены немецкие солдаты, которые погибли здесь в 1915 году. Здесь все написано на немецком языке. На русском написано только вот это вот. Не очень, конечно, здесь видно, но... Здесь покоятся солдаты, жертвы Первой мировой войны. Написано русском и на немецком языке. Здесь вот такие, ну, могилы состоят из таких вот камушков. И такие вот черные кресты. Ну что ж, мы выходим из немецкого кладбища. И направляемся мы к железнодорожному мосту через реку Котра. Где я уже делал видео, там, где проходили поезда, вы можете посмотреть на моем канале. Итак, вот она железная дорога. Но мы сначала немного здесь постоим, поскольку я знаю, в это время сейчас идет пассажирский поезд. Минск-Гродно. Минск-Гродно. Министерство. Продолжение следует... 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 а я подошел к этому трамплину и здесь вот так вот выглядит фото здесь небольшой такой вот я называю заливчик сейчас мы там подойдем другому месту обойдем немного вот эти дома и выйдем так другому месту там уже ближе на улице свердлова там тоже есть такой небольшой пляж я вот на этом траплине итак вот здесь заканчивается значит улица свердлова это скидель мы кстати стартовали в деревне котра а сейчас мы будем ходить уже только по скиделью то есть то есть по левой стороне реки котра это внизу уже она виднеется и вот как я здесь говорил здесь тоже небольшой ну как это не пляж конечно но здесь болото и там на стороне кстати на той стороне это уже деревня берюль и че люди сделали это сами чуть не упал скамеечка тоже мешки два мешка с песком надо очень страна тоже здесь все скользко и как бы здесь можно было постоять но потому идут дожди и все затопило кстати тут имеется вот такая вот ли она даже ступенечки сделали чтобы можно было на нее туда залезть а мы идем дальше сейчас мы пойдем к водопаду и так вот мы подходим к водопаду он уже слышен здесь находится водонасосная станция которая качает всю воду скидель ну и может быть и в другие ближайшие деревни иногда здесь ну весной и я думаю даже сейчас поскольку идут дожди то подтапливает тут некоторые районы например на той стороне там тропинка была например сейчас вот я вижу а вы наверно может быть и нет она сейчас зато затоплена сейчас выйдем на мост покажу вам ну и вот я уже вышел на мост и вот такой вот красивый вид а с другой стороны примерно вот так вот здесь водопад начинает сейчас мы туда спустимся на все вон ступеньки посмотрим опять же несколько ступенек затоплено было бы лета бы я туда конечно зашел бы но сейчас осень сейчас прохладно на улице а я тем самым нахожусь здесь итак мы идем сейчас вдоль реки котра здесь как вы видите сзади меня нормально идет дорога и мы идем к нашей финишной точке это бывший пляж где раньше текли горячие воды как их раньше называли здесь вот находится такая вот будка и над ней проходит такой шну и там такая вот штука на по которым можно перелететь и попасть на другой берег реки и здесь также находится гидрологический пост а мы идем дальше здесь также имеется и второй пешеходный мост по этим двум мостам которые находятся здесь и там которым были можно прийти к деревне бирюлич они идут так вот тоже вдоль реки код реки здесь имеются такие зонтики это начинается бывший пляж сейчас он заброшенном состоянии раньше здесь проходили разные концерты фестивали но время с как мне говорили 70-80 года здесь находили скамейки а здесь сцена сейчас не идем войдем но там ничего я думаю интересно первое такое помещение сама сам выход на сцену и второе такое же помещение которым ничего нету ну а сам пляж вот он бывший находится вот немного за этой сценой еще лет пять назад ну здесь небольшой песочек был но купаться здесь нельзя потому что здесь водоросли а это ну нет неприятно конечно а вот они горячие воды вы знаете идет пар вот это да а летом здесь такого не было вот они а но это понятно почему поскольку сейчас сахарный завод работает и как раз же этот пар вот это то что сахарный стекло вот он текет сюда и здесь ну можно и покупаться лет но посмотрите что на дне находится такие какие-то клощи какие-то такие пена это вся давайте сейчас посмотрим какая она горячая или нет ну вот за теплая такая пыль когда разогреваешь теплая вода но она наверно только здесь осенью ну может быть зимой ну что ж на этом наше видео заканчивается о походе по реке котрам если кто не подписался на канал то еще подпишитесь ставьте лайки я жду лайки в ближайшее время всем пока